Привет-привет, мои прекрасные друзья! Зашли мы в старинную часть города. Вот, видите? Так, сейчас покажу мечеть. Из-за того, что гавкает эта собака, пришлось прекратить зиму. Хочу показать, как старая соседствует с ног. Вот, кстати, амбулатория. Я надеюсь, собака вас не будет смущать. Вот, видите? И теперь вместо Муадзина, который должен быть слепой и бродить по этой башенке, у них громкоговоритель. Сейчас тут работает собака. Извините. На что хочу обратить внимание? Я тут просто визуально ничего не читала про это, не знала. А то, что был это вначале христианский храм, могу почти доказать по кладке, которую я вам показывала в Носедре. Вся византийская традиция, хотя Болгария не была всегда византийская, она была отдельно, вы должны это знать. Ну, вот такая кладка и разница в кладке, видите? Минарета и самой бывшей церкви. Ну, то же самое сделал Исаия и София. Тысяча. Помните, какой он? 453 год. Он разрешил 29 мая, когда завоевал, сделать последнюю службу. А я София тут же обратил её в мечеть. Я думаю, что в мелких городках происходило то же самое. Ну, и сейчас мы видим, собственно, результат этого. Так, посмотрите, как они обрабатывают. По-английски называется pruning. То есть обрабатывают деревья. Обрезают для того, чтобы новый опорсур на старом прекрасно... Что? Начало произрастать. Старое и новое. То есть, ну, основа, видите, старого. Я за то, чтобы... Как вот здесь с конфессиями было сделано. Основа предыдущей конфессии берёт следующую. Но мирное сосуществование. А я сейчас о регрессии и прогрессии. О старом и новом. Мы смотрим на часы. Они чем-то очень-очень славны. Но потом расскажу, чем же. Да, возвращаемся к старому и новому. Не надо выкорчёвывать старое. Видите, оно не выкорчёвало. Обрежьте, и пусть новое растёт в виде прогресса. Но не надо ничего разрушать. Строите что-то на фундаменте, который уже существует. А разрушать до основания не надо. Только если у вас концепция строительства нового-нового с новым фундаментом. Но когда вы разрушили всё. Вот здесь очень много брошенных зданий. В советское время построенных фабрик, заводов. Работы нет. И кто? Бегут они на запад. А мы с запада приехали. Будем открывать наоборот. То есть кто-то на запад. А мы на хост. Мы на восток. Дурная аналогия, но не важно. Я надеюсь, вы не все поняли, что это было. Но на самом деле я люблю Болгарию. И хочу вам показать все её красоты. Надо показать, что есть вот такие разрушенные абсолютно вещи. Но они кому-то, видите, принадлежат. И ничего нельзя сделать. Это можно было бы это купить, восстановить. Прямо вот с храмом. Всех конфессий назовём. Как это вы видите, чья это? Конфессия. Но я тут вижу только византийское основание. Неважно. Вернее, я вижу всё. Но вижу и основу. Я же не хочу никого оскорблять. Я же всех люблю. Во вкурсе. Ну, вот так. Наслаждайтесь. Там ров такой, поэтому я его не перемахну. Зачем-то он был сделан. Поэтому мы уважим его наличие. И не будем лезть через ров на рожон. Кстати, кто такой рожон? Что это такое? Я не знаю этимологии этого слова. Расскажите мне, пожалуйста, какого рожона тебе это надо? О чём это? И что это? А я остановлю твой взор и ваш. На этом подумаем, посозерцаем. Посмотрим, как по просьбе расходятся облака. Посмотрим, что рядом заброшенное строение. Тоже византийское здесь. Или старо-болгарское, что будет более право. Болгары меня поправили. Я готова учиться, признавать ошибки. Если моё восприятие что-то неправильно, но есть люди, специально обученные или желающие помочь в нашем образовании. И мы всегда готовы внимать и слушать. Ну что, можно сказать, знание, желание и действие приведёт вас к счастью, если вы будете использовать эти три фактора. Ну что, почти шесть минуток. Дима Искалска, Дима Грозкий. Я стараюсь для тебя, но всё имеет предел. И хорошо всё в меру. Обнимаю вас часовой любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.